Жительнице Щелково Гали Александровне Граковой очень скоро исполнится 100 лет. Это будет в конце месяца. И сегодня к ней с визитом приезжал глава Щелковского муниципального района Алексей Валов. Он перевез ей слуховой аппарат по ее просьбе и просил ее обязательно принять его, когда ей исполнится 100 лет. Это будет 31 мая. На центральной улице Щелково Гали Александровна живет более полувека. Она все эти годы работала в почтовой сфере нашего района и вышла на пенсию в должности начальника отделения связи. В Щелкове я отработала 40 лет. Из них я работала лет 30, наверное, начальником отделения, начальником отдела. Я работала начальником отделения 2-е городское здесь, на центральной, 8-е городское на Комарова. И начальником отдела в самом узле связи тоже около 10 лет. Гали Александровна рассказала, что у нее была очень сложная, очень непростая жизнь. Ее отец был репрессирован, она и другие члены семьи оставались на положении людей, ущемленных в правах. И она говорит об этих годах как о самом тяжелом времени своей жизни. Одновременно с этим она сейчас, по прошествии долгого времени, с высоты своего возраста, делает однозначный вывод. Ей удалось выдержать все испытания, выпавшие на ее долю, найти в себе силы выжить, выучиться, обрести профессию, а затем много работать. И даже ранняя смерть ее сына от болезни не сломала ее. Хотя горе матери, лишившейся на старости лет самого дорогого, что есть на свете, сына, наверное, не сравнится ни с чем. Как раз в командировке он ездил, он же археолог по специальности, и они были где-то на границе в Средней Азии. Оттуда они вернулись, и видимо, ему кто-то сказал... Молодой, конечно, молодой, жалко, жалко, Гали Александровна, жалко. Она говорит, что у нее было очень тяжелое детство, очень тяжелая жизнь, поэтому для нее вот видеть, когда семья собирается в день рождения, для нее, конечно, это огромная радость, то есть когда люди общаются. Что заметно сразу в ее уютной квартире, наполненной фотографиями, для нее, как для любой бабушки, самое сейчас большое счастье – внуки. У меня четверо внучек. Всего четверо внучек, да? Да, четверо и четверо правнуков. Я по внучатам вас обогнал, у меня пять, пять у меня. Да. У меня получается три девочки и два внучка, внучка, мальчика. А у меня получается, да, три девочки и один внучок. Ну вот, видите, красавец больше. Наверное, все на вас похожи, красивый такой, да, Галя Александровна? Не знаю, не знаю. Ладно, тогда мы вас не будем беспокоить, а 31-ю к вам приедем. Андрей Цеханович, Александр Рожжевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!